Руководители чукотских родовых общин просят поддержки в вопросах ведения частного сельского хозяйства. Около 20 лет назад был принят федеральный закон об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. Он позволяет вести хозяйственную деятельность небольшим общинам, организованным по родственному или соседскому принципу. Но без финансовой поддержки из бюджетов такие общины сталкиваются с большими трудностями. О них нашей съемочной группе рассказал глава родовой общины ИНИКЕЙ Валерий Домрачев. Валерий Домрачев возглавляет родовую общину ИНИКЕЙ в небольшом селе Чуванское. Вместе со взрослыми детьми и соседями занимается выращиванием овощей, разводит крупный рогатый скот, добывает дикого северного оленя и организует охоту. Дел много, отдыхать некогда, однако прилагаемые усилия не приносят дохода. Слишком дорого обходится транспортировка готовой продукции потребителям. Дикого северного оленя в Анадырском районе много. Коренные жители могут бить его без лицензии. Но дикаря, как называют дикого северного оленя охотники, нужно выследить, добыть, разделать, доставить до поселка, провести ветеринарные исследования и отправить покупателю. Сейчас в окружной столице в продаже нет оленины. Ее можно было бы доставить из Чуванского, но за свой счет общины сделать этого не может. Полярный в прошлом году по 170 рублей у нас закупил. 70 рублей мы оплатили за перевозку из Чуванска, 6 трековок приходило. Плюс еще некоторые накладные расходы. И в итоге рентабельность у нас практически 2,5-3%. Еле-еле дебет с кредитом сводим. Невыгодно становится работать. В хозяйстве Валерия Доморчева занимаются и выращиванием овощей. На грядках уже поспели огурцы и помидоры. Выкопали даже несколько кустов молодого картофеля. Говорят, можно выращивать гораздо больше, но снова нет возможности сбыта. В лучшем случае продукцию земледелия можно доставить в соседнее село Марково. Отправить дальше невозможно, не на чем. Общая мечта членов общины – дотация на транспортировку мяса и овощей, такая же, какую имеют крупные поставщики продукции на Чукотку. Завозят пакистанскую картошку, китайскую, гладивостокскую, петропавловскую, всякую разную. Но почему-то обоснованные затраты с легкостью муниципалитет покрывает, то есть хозяйствующим субъектом в лице анадырской торговой компании. А мы простые люди. К сожалению, то, что нам дадут, понимаете, ситуация – это нездоровая конкуренция. В распоряжении родовой общины «Эникей» полмиллиона гектаров охот угодий. В лесах много дичи, в реках – рыба. Валерий Доморчев организует охоту для любителей трофеев. Сейчас в Анадрион приехал специально за разрешениями на добычу лоси и медведя. Но и этот бизнес стал нерентабельным. Доставить группу охотников в Чуванске с каждым годом дороже и дороже. Наземным транспортом или по воде невозможно, а стоимость чартерной авиаперевозки заставляет задуматься даже обеспеченных иностранных охотников. Однако Валерий Доморчев не унывает. Сделал лесопилку, заготавливает кругляк. Рассчитывая на региональные субсидии, для его хозяйства работает сам и заражает энтузиазмом своих односельчан. Инициатива и взаимопомощь всегда оценились на Чукотке. Владимир Сироткин, Ярослав Сертун, Служба информации.